Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет А потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали Да это все ерунда, управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит, дай мне козленка Сын, который раздает этих козлят, назначает урочное, служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей Процветание не здесь Процветание здесь Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании Я ведь избрание Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, дорогие курсанты нашего замечательного курса Мы продолжаем наши уроки Напоминаю, что мы сейчас находимся в блоке тем, связанным с бизнесом Соломона Бизнес Соломона Мы изучаем, каким образом Соломон, имея свои проекты, свои цели, видение в жизни, обогатился Каким образом он приобрел богатство Какая сила действовала в его сознании, позволяющая приобретать богатство Я в самом начале этого урока хочу сказать, дорогие друзья Что если вы каким-то образом небрежно или невнимательно Либо забыли, о чем шла речь в 11 уроке Вам нужно его просмотреть Более того, я хочу сказать, что мотивация к ведению бизнеса К ведению торговли К навыку умножения Она содержится очень сильно в 11 уроке Вам нужно изучить это Потому что несколько ближайших уроков Мы будем в буквальном смысле слова Ну как вынимать, вытекать из этого 11 урока Извлекать И я напоминаю, дорогие друзья, что в 11 уроке речь шла о самом главном способе приумножения богатства Это торговля Мы говорили о том, что Хирам это был такой царь, царь Тирский, который научил Соломона торговли И об этом, напоминаю, об этом Тирском царе сказаны такие слова Они нам сегодня понадобятся Во-первых, что он был херувим осеняющий Я объяснял в 11 уроке, что это означает Это означает, что он был приставлен к Соломону, чтобы осенять Осенять, это значит погрузить его в атмосферу, где он бы учился И научился приобретать богатство Научился тому, что есть у Тирского царя Таким образом, всякий учитель в нашей жизни, он также производит роль осенения Он как будто влияет на наш разум, помещая нас в атмосферу того, что есть у него Ну, всем, кто хочет еще подробнее это изучить Вам нужно изучить тему, что такое осенять Кто такие херувимы И хочу сказать, друзья, что Херам сыграл очень радикальную роль Первое, он был, как написано, поставленным богом херувимом, чтобы осенять Осенять, как я уже сказал, Соломона Учить его, погружать в эту атмосферу преуспевания Научить Тарголь Второе, написано о нем, что он был мудрее Даниила Вот этот человек, представьте, этот царь, этот правитель Он был мудрее Даниила То есть Даниил, это личность, пророк, которого пророчества сегодня разбираются И многие толкователи понять не могут, что он там написал То есть у Даниила была потрясающая мудрость Он служил царям Его бога уважали Потому что Даниил демонстрировал сумасшедшую премудрость И о тирском царе, представьте, сказано, что он был мудрее Даниила И о нем также сказано, что он своей премудростью избрал именно торговлю Именно торговлю И я говорил в 11 уроке о том, что это неспроста Потому что царство Божие, оно подобно купцу Купец это не просто кто покупает Это кто покупает и продает Потому что если ты только покупаешь, ты не купец, ты потребитель И вот Соломон учился у него Сам Соломон на самом деле научился от тирского царя Хирама очень многому И Соломону безумно повезло, что такой человек, как тирский царь, учил его Именно премудрость Соломона направила его к этому тирскому царю К Хираму И сегодня я буду говорить, каким образом Кто такой вообще Хирам в твоей жизни Потому что он, это очень судьбоносная личность И каким образом тебе распознать Хирама Каким образом тебе вообще заиметь этого Хирама По сути я буду тебя сегодня учить, как тебе иметь собственных Хирамов в своей жизни Это может быть один или несколько таких Хирамов в твоей жизни Это нормально, если их несколько Скорее всего, что, и даже скажу так, что это один и тот же персонаж Просто он может быть в разных лицах Это как такой дух определенный Посланный Богом Потому что Херувим это дух Драгоценный Херувим это дух Поэтому, как и любой дух, он может выступать в разных лицах Разные иметь лица разных людей Это никакая не мистика Это скорее созерцательное понимание того, что происходит И самое главное, в конце этого урока, дорогие друзья Сам Соломон, он открыл тайну Каким образом сделать так, чтобы Хирам вообще обратил на тебя внимание Мы исправим ошибки, которые были у тебя в жизни Ты сам того не подозревая Многих Хирамов просто отфутболили в своей жизни Разными способами Я скажу об этом в конце Но точно так, как ты их отфутболил Их можно назад привлечь И мы будем молиться специальной молитвой По привлечению Хирама в твою жизнь Для тех, кто ведет бизнес Это будет означать партнеры Партнеры, которые не просто там Вы что-то на равных с другом договорились А знаете, вот есть партнерство со старшим Забегая чуть-чуть вперед Я скажу, что есть такое партнерство Где младший партнер почти ничего не значит Такое партнерство вы можете наблюдать Когда мы называемся соработниками Бога То есть мы чувствуем, что может Бог Как мы все говорим, что может Бог В своем знании, в своем разуме И что можем мы, когда мы еще находимся на пути в познании То есть мы понимаем, что мы равные Богу Все дела, все, кто смотрит мои видео Мы знаем свою позицию Но позиция, вот царь Тирский и царь Соломон Царь Тирский уже купался в бриллиантах Это был, как мы уже говорили в 11-м уроке Богатейший царь на то время Он был богаче Соломона в начале пути И кто такой Соломон? Дали ему запас не весь причем На строительство храма в наследство И как бы он молодым царем стал То есть он по сути рядом с Тирским царем На тот момент он был никто С точки зрения преуспевания точно никто Он был просто, как мы говорим Отрок, не знающий ни входа, ни выхода И вот это партнерство, оно не было на равных Это было вообще такое партнерство Я сегодня буду в основном за ним говорить Что Тирскому царю этот Соломон, по сути Сто лет был не нужен Что же им двигало? Я сегодня буду просто показывать вам И Соломон, вот знаете, как есть партнерство Бога с человеком, о котором говорят во все времена Удивлялись великие помазанники Кто ты? Что вообще помнишь меня? И какими бы мы сынами себя не считали Ну величие отца, но иногда так захватывает Что ты даже не понимаешь Зачем ему тебя использовать? По сути, ну что изменится, если он меня не будет? Зачем ему это надо? Такой же вопрос у меня всегда возникает Когда я изучаю Соломона и Хирама Не понимаю, зачем Соломон понадобился Хираму Потому что, еще раз говорю, разница в их старте То есть Хирам уже не стартовал Он уже был во всем своем Во всей своей красоте раскрытый царь А Соломон просто хорошего папу имел И Хирам это делал не из-за дружбы с Давидом С отцом Соломона У него была другая причина, о которой я сейчас так же скажу Поэтому хочу сегодня тебя вдохновить У тебя обязательно будет свой Хирам Если ты в бизнесе, это значит, будет какой-то могущественный Или более сильный партнер, который тебя ведет, во что-то научит Если ты не в бизнесе, значит, у тебя все равно будет такой Хирам Который поможет тебе даже с нуля начать Вот как Соломону, по сути дела, говорят И я хочу помолиться, прежде чем мы будем говорить об этом Чтобы ты увидел это Потому что, если честно, друзья Вот кто проходит этот курс в первый раз В дальнейшем, кто будет проходить этот курс уже по нашим следам Им будет немножко веселее, легче Потому что мы уже многие вещи здесь записываем Исходя из того, что мы видим реакцию на уроки И скажу вам за Хирама Что я дал время сделать слушателям Ну, немало неправильных выводов и ошибок В отношении определения вообще Хирама в своей жизни Я читал разные комментарии, отзывы, свидетельства Думаю, за кого люди принимают Ну, в ком в своем окружении они видят Хирама И некоторые там называли, что Хирам это любой мирской человек из Вавилона Который готов хоть чем-то помочь Другие говорили, что Хирам это те успешные бизнесмены К которым надо идти учиться и отстегивать деньги за их курсы Третьи говорили, что Хирам это там любой добрый самарянин Который там тебе перевязал раны и что-то сделал для тебя Все это, друзья мои, не совсем так Поэтому мы сегодня будем учиться Откуда берутся настоящие Хирамы и кто они такие Поэтому сегодня Давайте мы сейчас помолимся некоторое время Просто прими на себя сейчас Ты владыка, ты царь Я говорю сегодня в твою жизнь Доживет царь Доживет царь Прими на свою жизнь сегодня Дух премудрости и откровения Просто отождестви себя с премудростью Сидящей на престоле В твоей руке В левой руке богатство и слава Это в твоей руке В твоей правой руке долгоденствие, нетление Ничто не заканчивается Ничто не может прерваться Поток твоего преуспевания не может прекратиться Он будет набирать сил Набирать сил Теперь ты можешь положить руки на свою голову Проверь на месте ли корона Все ли хорошо с твоей позицией сына Царского сына, наследника Потому что только в этой позиции Можно воспринимать все правильно И видеть правильно Отец, я высвобождаю это помазание сейчас на разум Побудь, побудь в этом Это есть сила для приобретения богатства Это есть сила для того, чтобы умножать И это есть сила для того, чтобы наделять, обогащать других Доживет царь Доживет избранный, драгоценный камень Досияет Досияет Этот избранный, драгоценный камень Таких, как ты, больше нет Твой путь очень особенный Все не так, как у других Всех, кого ты знаешь рядом У тебя будет все не так, как у других Ты всегда будешь находиться в этом удивительном чувстве Хождения по воде, по воздуху Всегда будешь на грани риска Какого-то экстрима Каких-то необычных, чрезвычайных ситуаций Но через время ты даже не захочешь другой жизни Тебе будет нравиться Рисковать Делать мощные вещи Ставить, если так можно сказать, на карту Все ради того, чтобы увидеть Как исполняется на тебе избрание Божье Отец, я благодарю тебя Я высвобождаю волны твоего преуспевания Этого помазания Наделяющего сознание новым нейродизайном Сознание меняется Головной мозг меняется Под стать короной Престола Разум сияет Источая просто вот это свечение Бриллиантовое сияние Я сейчас вижу над твоей головой Отец, я благодарю тебя Каждый, кто проходит этот курс Увидит и уже видит И ощущает славу твою Прибыль и умножение Становятся естественным образом жизни Свойство приумножать Просто проявляется В сознании В руках В делах Все приумножается Весь ресурс начинает Могущественно умножаться Деньги под твоими ногами Скажи, деньги под моими ногами Золото под моими ногами Все под моими ногами И все в моих руках Халилюя Отец, я благодарю тебя За открытые глаза и уши Способность воспринимать Учиться И слушать Халилюя Дорогие друзья Запомните Самое главное Это не тление в вашем разуме Ничего не заканчивается Даже если вам что-то кажется Что-то прервалось Нарушилось Какой-то процесс Нехороший Ничего не заканчивается Вот это не тление Ничего Никогда Не заканчивается Поэтому если тебе кажется Что это конец Нет Это всего лишь новая страница Амэн И так напоминаю Друзья мои Что я дал вам сделать Все ошибки С вашими хирамами Мне вообще Очень нравится Когда вы быстро Реагируете Когда вы быстро Начинаете что-то делать После услышанного урока Вы молодцы Я не хочу это угошать Но еще одна хорошая черта Качество Это признавать Что-то попробовать Как написано Всего Все испытываете Хорошего держитесь Вы Когда слышите урок Мне нравится Что вы тут же бросаетесь Все испытывать Проверять Был ли у вас хирам Есть ли он у вас сейчас Как бы его еще приобрести И уже потом Пишем отзывы Вы рассказываете С чем вы столкнулись Какие выводы сделали И это помогает Мне Еще больше Открывать И направлять вас В правильную сторону Вы молодцы Вообще И так друзья Напоминаю Что хирам Хирам Это сосед Соломона Который выступал для него Как херувим осеняющий Он осенял его мозги Осенял его сознание Соломон сказал Общающийся с мудрыми Будет мудрым Поэтому его мудрость Которую положил на него Отец Это помазание Оно направило его Сразу сделало Из всего его окружения Выбрало самого мудрого В его царстве Такого не нашлось Ему нужна была Конкретная мудрость Для приумножения Богатства И поэтому он выбрал Самого успешного Это была не логика Это все равно было Божье водительство Божья премудрость Это важно понимать И так давайте Отталкиваясь От нашего с вами Опыта Разберем Кто есть хирам В нашей жизни Еще раз говорю Во-первых Хирама показала Премудрость Это не первый встречный Который Просто нам показало Что он нам хочет Что-то сделать У человека Есть тысяча причин Почему он может Сделать для вас Что-то хорошее Второй момент Соломон Не был глупцом Настолько Это очень важно Сейчас кому-то Будет услышать Чтобы пойти И брать Платные уроки У хирама Он говорит Вот знаете Вот есть мудрый царь Который Вот дает Платные уроки Ну да Он чего-то там достиг Пойду я заплачу И буду у него учиться Это глупость Друзья мои Хирам В твоей жизни Появляется Не потому что Ты платишь Деньги Соломон Не платил Хираму Ничего Ничего Это неплохо Иногда брать Платные уроки Но только не называйте Этих людей Хирамами Это коучи Это тренинги Просто я знаю Что знаете Когда мы сказали Что покупай Премудрость Всем своим имением Многие кинулись Сопоставили Так хирам И вот покупай Премудрость Значит я пойду К этому мирскому человеку Заплачу деньги И буду покупать Премудрость Это не то Знаете Вот пытаться У хирама Брать платные уроки Это то же самое Что найти Платного херувима Вы знаете Вот возьмите У Бога И скажите Я хочу Херувима У тебя Купить Платные уроки Можно у херувима Брать То есть Это не то Это так же глупо Искать хирама Через платные уроки Какие-то коучи Тренинги Это ерунда Все Друзья мои Вот честно Ну можете учиться Вопросов нет Но это не хирам Хирам не давал Соломону Платных уроков Запомните Это Хирамы Это сверхъестественные Херувими Предназначенные Богом Помазанные Богом На то Чтобы вас осенять Они не будут Делать это За деньги Я сейчас скажу Как их узнать Этих хирамов Люди Которые Как будто бы Первый признак По какой-то Совершенно Непонятной Причине Служат Твоему Успеху Как боги Вот понимаете Херувим Это как божество Он Он сверхъестественный Он Ну вот Как все Всякое божество Мы не можем Ну сказать Что ангел Например Служит нам За финансы Или по какой-то причине По какой причине Ангел служит нам Давайте ответим На этот вопрос Есть причина Почему Ангел Нам служит Библия Библия Говорит Что это Духи Посланные К нам Служить Как имеющим Наследовать Спасение То есть Служитель Вот такой Как херувим Он послан К тебе Потому что Ты имеешь Что-то Наследовать То есть Это от бога Это не может Быть наемный Какой-то Коуч Это не хирам Хирам Еще раз Говорю Это Помазанный Богом Человек Он сам Иногда Об этом Не знает Но у него Как будто Функция Уже Заложена В мозгах Помочь Тебе Я тебе Еще более Скажу Потом Тайну Почему Эта функция Срабатывает Но они Знаете Не могут Иногда Объяснить Почему Они тебе Хотят Помочь Научиться Не просто Дать Денег Это не то Хирам Не давал Соломону Денег И он Не делал Ему Мебель Он не Снабжал Его Ничем Это Знаете Даятелей Будет Много В вашей Жизни Возможно Это Ангелы Но точно Не Херувим Потому что Ангел Он помогает Он что-то Тебе Дает Но Херувим Он осеняет Он учит По сути Освещает Мозги Твои Ему Ему Не нужны Деньги И он Не будет Давать Тебе Денег Это Не Его Функция Поэтому Если В твоей Жизни Есть Какой-то Даятель Он Что-то Хорошее Для Тебя Машину Подарил Это Ни Херам Херам Может Подарить Машину Но Не в этом Его Главная Функция Вот В чем Главная Функция Херама Сейчас Мы До Этого Дойдем Друзья Я Хочу Вот Просто Всем Вам Пожелать И в конце Мы Будем Молиться У меня Как я Уже Свидетельствовал В 11 Уроке Херам Появляются С Периодичностью Прямо Сейчас В настоящее Время Мы Наблюдаем В нашей Соли Жизни Удивительнейшего Херама Просто Необъяснимого Вот У нас Есть Сейчас Такой Вот Херам Который Мы Когда Вот Сидим Иногда И целые Вечера Посвящаем Тому Чтобы Понять Вообще Почему Он Для нас Это Делает То Или Это То есть Не Можем Понять Просто Вот Мы Вдумываемся Что Ну Что Им Движет И Это Тоже Все Происходит Одновременно С записыванием Для вас Этого Курса Потому Что Я Сказал Что Я Буду Учиться С Вами Вместе Ну При Мудрости Это Будет Струиться Я Делюсь Тем Что Есть Вот Это Люди Знаете О Хераме Такое Написано Не Просто Что Ты Херувим Он Говорит Я Поставил Тебя На То 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 Он Говорит Я Поставил Тебя Осенять Моего Соломончика Моего Молодого Соломончика Он Не Может Так Торговать Как Ты Папа Его Не Научил Папа Воевал Все Жив Но Ты Научишь Ты Научишь Я Создал Себе Подобного Преуспевающего Царя Да Так Что Соломон Обошел Его В этом В миру Так Не Делают Никто Не Создает Вот Просто Так Себе Подобного Соседа Да Который Еще Обойдет Это Бывает Редко И мы Сейчас Поймем Почему Смотрите Друзья Мои Подведем Краткий Итог Первое Тупо Думать Реально Глупо Очень глупо Думать Что Херам Это Тот Кому Ты Заплатил За Уроки Коучинга Это Не Херам Вот Честно Скажу Это То же Самое Что Платить За Осенение Херуиму Это Не То Момент Второй На самом Деле Я Сейчас Всем Хочу Сразу Сказать Не Бегите На Платные Коучинги Не Спешите Почему Потому Что Платный Коучинг Как Правило Это Просто Сетевая Система Платный Коучинг Это Тот Тот Товар Который Тебе Хотят Продать Это Означает Друзья Мои Что Ты Просто Идешь Магазин Отовариваться Это Нехерам Тебя Просто Делают Покупателем Может Быть Это Выглядит Как Обучение Но По Сути Ты Все Равно Покупаешь Их Товар Поэтому Лучше Тебе Все Таки Нацелиться На Херам Я Не Против Платных Курсов Коучингов Скажу Это Еще Раз Кому То Это Надо Но На самом Деле Лучше Вы Такие Коучинги Проводить Это По сути Просто Система Продажи Точно Так Как Сетевой Маркетинг Меня Все Время Спрашивают Одобряешь Ты Это Или Нет Я И Не Одобряю И Не Не Одобряю Я Просто Призываю К тому Чтоб Вы Четко Понимали Что Это Такое Мне Дайте Отвлекусь Еще Скажу Мне Часто Говорят Что Сетевой Маркетинг Это Такой Евангельский Способ Продажи Товара Типа Говорят Вот Смотри Есть Наблюдается Сетевой Способ У Иисуса Он Посылает Распространять Он Как бы Проводит Своё Послание Через Так Называемую Товаропроводящуюся Люди Которые Не Идут От Него Они Несут То Что Есть У Него И Они Это Раздают Или Иными Словами Продают Мы Вернемся К этому Позже По сути Они Действуют Как Купцы Как Продавцы Масла Но Я Хочу Вам Сказать Разницу На самом Деле Самая Глобальная Разница Между Евангельским Способом И Сетевым Маркетингом Что Ни Один Человек Посланный Отцом С Помазанием Не Является Товаропроводящей Сетью Он Является Уникальной Единицей Если Даже Можно Скать Одновременно И Заводом И Сбытом И Владельцем Почему Потому Что Если Человека Оторвать Он Даже Отступит От Бога Дары Не Преложны Фабрика Продолжит Работать Он Будет Исцелять Это Дико В Это Поверить Но На самом Деле Отец Не Создает Товаропроводящую Сеть Он Сразу Как Херам Создает Богов И Человек Который Это Понял Люцифер Который Это Понял Он До Сих Пор Пользуется Этой Силой Представьте Но Как Только Ты Сетевого Выйдешь Где Ты Будешь Брать Товар Ты Ж Не Производитель А Если Ты Помазан Ты Производитель Помазание На Тебе Это Не Преложно Оно Будет Вырабатываться Если Только Ты Усвоил Как Это Работает У У Нас Будет Тема Торговля Помазанием Дождитесь Ее Обязательно Она Произведет Революцию И Вот В Этом Разница Дело В том Что Тебя Пытаются Показать Что Это Есть Схожесть И Она Есть Но Человек Который Занимается Сетевым Маркетингом Он Не Производит Товар И Ему Негде Взять Этот Товар Если Он Выйдет Из Этой Системы Где Он Будет Брать Производитель Он Не Может И Права Не И Где То Его Покупать Даже Когда Он Выходит Из Сосаться Но Сетевая Система Очень Четко Следит Чтобы Никто Вот Это Через Голову Не Прыгал Вот Именно Так Работает Любой Человек Который Освоил Помазание Может Не Состоять Ни В Какой Системе И У Него Будет Работать Дары И Его Призвание Он Может Всегда Быть С Единоличным Владельцем Бизнеса Хорошо Это Или Плохо Ну Павел Говорит Я И Тому Рад Что Они Без Меня Это Проповедуют Из Конкуренции Но Они Взяли Павла Помазание И Делали Своё Дело Уже Без Него И Он Говорит Я Ничего Не Могу Делать Но Они Христа Проповедуют В Сетевом Так Не Работает Если Ты Сказал Я С Вами Не Не И Дел У Тебя Нет Товара И Ты Не Фабрика А Когда У Тебя Есть Помазание У Тебя Есть И Товар И Фабрика Вот В чем Большая Разница Ты Никогда Не Являешься В Евангелии Товаропроводящей Сетью Ты В Евангелии Всегда Являешься Владельцем Все Это Как Владельцем Потому Что Это Дар Святого Духа Дар Это Подарок Твой Навсегда А Святой Дух Это И Фабрика И Владелец И Все Остальное Единолично Он Твой Вы С Ним Одно Все Даже Если Ты Действуешь Неправильно Иногда Даже Ты Восстал Против Бога Стал Врагом Креста Христова Но Дар Будет Работать Это Твое С Этим Ничего Не Поделаешь Понимаете Друзья Мои Вот Такие Дела Плюс У Тебя Всегда Есть Контакт Если Ты В Порядке У Тебя Всегда Есть Контакт С Родителем Этого Бизнеса Дело В Сетевом Маркетинге Далеко Не У Каждого Есть Возможность Заходить К Владельцу Бизнеса Поэтому Я Скажу В Сетевом Маркетинге Ты Не Владелец Там Один Владелец А В Евангелии Ты Владелец Я Уже Половину Темы За Продажу Помазами Мы Потом Вернемся Еще К Этому Так Что Все Я Специально Это Сказал Я Хочу Сказать Что Все Кто Видит Себя Служителями На Полном Времени Ни В Коем Случай Не Пропускайте То Что Я Говорю Мимо Ушей Про Торговлю Потом На Базе Этого Я Вам Покажу Как Вы Сможете Стать Успешными Служителями Процветающими С точки Зрения Финансов Потому Что От Вас Это Скрывали Вам Этого Не Говорили Потому Что Всегда Обходили Бесплатно Взял Бесплатно Давай Всегда Есть Плательщик Поверьте И Мы Этому Научимся Итак Возвращаемся К Хираму Хирам Не Коуч Который Соломон Отстегивал Знаете Коучи Настоящего Времени Их Столько Сейчас Много Платных Коучей Что Мне Это Напоминает Очень Одну Сильно Картину Которая У нас В Распавшемся Советском Союзе Была В 90-х Годах В Любой Газете Можно Было Найти Объявление Научу Как Заработать Миллион С Вас 200 Рублей И Пустой Конверт Отвечу Всем И Были Люди Даже В моем Окружении Которые Думают Ну Что Я Миллионером Стать Вот Телефон Его Контакт И Вот Они Посылали Письма И Я Видел Слышал Такие Истории Когда Назад Приходил Реальный Ответ Буквально С одной Строчкой В письме Сделай Так же Как И Я То Есть Ты Берешь И Так Чтобы Стать Миллионером Нужно Коучем Стать И Просто Учить Людей А Идея Простая Так Вот Смотри Он Написал Ему Ответили 500 Человек Ну Например Или Сколько Человек Посчитайте Математики 200 Рублей Миллион Заработать Ну И Он Постоянно Публикует В газету Это Предложение Пишите Мне Я вас Научу А Пишет Одно Делай Как Я И Вот Коучи Теперешние Вот Если Смотреться В их Личности Они Иногда Сами Ничего Не Добились Но Уже Учат Как Стать Миллионерами Они Уже Учат Как Стать Богатыми Они Знают Как Все Это Работа Сделай Как Я И По Сути Человек Закончив Их Коуч Получает Предложение Либо Думает Классно Вот Этого Пацана Получается Сидит Умничает Деньги Ему Приносят Поэтому Настоящий Коуч Это Я Который Делает Это Без Ценника И Хирам Был Настоящим Коучем Потому Что Он Сразу Сейчас Я вам Покажу Отличительные Признаки Хирама От всей Ерунды Которую Вам Предлагают Друзья Я С вами Искренне Откровенно Многие Из вас Уже Заплатили Уже Пошли На Какие Курсы Вот С точностью До 90% Я вам Скажу Что Вы Просто Станете На Скользкий Путь Вот Такого Коучинга Вы Будете Делать То Самое Что Они Вам Не Надо Это Делать И Много Других Еще Есть Проявлений Начнете Тягать Им Людей Они Просто Точно Так Ж Делают Из вас Товаропроводящую Сеть Как Сетевом Отучился Ну Тебе Понравилось Понравилось Веди Еще Кого То У Нас Для Тебя Еще Есть Одна Ступень Этой Программ И Тебя Будут Учить Бесконечно За Твои Деньги Просто Втюхивать Тебе Ну Какие Знания Понятные Которые Если Честно Не будешь Ленивым В Интернете Все Найдешь Вот Такие Дела Поэтому Мы Не Делаем Так Мы Что Будем Брать И Рассылать Эти Конверты Как В Девяностых Нет Мы Не Будем Этого Делать Итак Первое Хирам Это Не Коуч Кто Хирам Мы Будем Двигаться Дальше Я Покажу Но Он Не Платный Коуч Поэтому Если В Твоей Жизни Есть Ты Думаешь Что Это Хирам Где То Курсы Проводят Там Деньги Это Ни Хирам Это Просто Платный Коуч Это Точно Не Хиру Хиру Они Не Назначают Платы За То Чтоб Тебя Подымать Итак Кто Может Подумать Ты Проводишь Бесплатно И Тебе Хочешь Всех Кто Платно Унижать Нет Друзья Мои Просто Если Вы Хотите Вы Идите На Эти Курсы Но Только Не Называйте Хирам Это Не Хирам Итак Второе Кем Не Является Хирам Хирам Это Не Даятель Если У вас Есть Человек Который Просто Вам Дает Деньги Покупает Мебель Одежду Машины Там Просто Задаривает Вас Даже Миллионы Дарит Это Не Хирам Почему Не Хирам Хирам Так Не Делал Он Не Делал Ничего Соломону Не Дал Просто Так Ничего Объясняю Почему Если В твоей Жизни Есть Даятель Он Делает Из Тебя Потребителя А Не Управленца Вот Просто Если Я Тебе Начну Все Давать Ты Просто Начнешь Все Есть И Чем Ты Будешь Управлять Будешь Управлять Только Своей Челюстью И Ложкой В Руке Поэтому Хирам Это Не Даятель Даятель Это Хорошо Даятель Это Круто Очень Здорово Когда У Тебя Есть Жизни Даятель Это Не Хирувимы Не Хирамы Они Не Призваны Научить Тебя Управлять Потому Что Даяние Не Учит Управлению Запомните Это Даяние Управлению Не Учит Лично Я Предпочел Б Друзья Мои Чем Сидеть На Пенсии Предпочел Б Участвовать В Бизнесе Потому Что Участие В Бизнесе Мало Того Что Делает Тебя Человеком Получающим Прибыль Оно Тебя Еще Делает Развивающимся Расширяющимся Человеком Но Это По-моему Понятно Хирам В жизни Соломона По сути Сыграл Несколько Таких Ролей Которые Даже Показывают Как бы Ипостаси Иисуса Как бы Это Странно Не Звучало Во-первых Он Научил Его Закидывать Вместе Сеть Помните Ловили Всю ночь Ничего Не словили Пришел Иисус Говорит Давай Вместе Закидывать Закинули Вытянули То есть Вот эту роль Сыграл Хирам В жизни Соломона Зачем То ему Это было Надо Второе Я хочу Задать Вопрос Как вы Думаете Кто Лучше Люди Которых Рядами Рассадили Ломали Рыбу И хлеб И раздавали Либо Ученики Которые Видели Как это Делается Честно Я бы В ту ночь Предпочел Остаться Голодным Но Увидеть Как Умножается Хлеб Сегодня Почему-то Христиан Им и неинтересно Как это Умножается Они говорят Торговля Не мое Бизнес Не мое Знаете Вот это Даже В чудесах Расти Это не мое А что Твое Мне бы Вот Как-то Дырочку В стене И золотце Оттуда Таскать Вот это Мое И даже Пусть Кто-нибудь Другой Таскает Какой-нибудь Кто умеет Там Это все Понимаете Потребительство В христианстве Оно делает Людей Тупыми Просто Бездарями Ну На самом деле Это тяжкий Недуг Вообще И поэтому Хирам Выглядит Как безумец Который Непонятно Зачем Это делал И еще раз Я повторяю Друзья мои Лучше Научиться Умножать Чем есть Если у тебя Выдастся вечер Где ты Учишься умножать Либо Принимаешь Даяние Лучше Научись Умножать Поэтому Соломон Об этом И говорил Лучше Мудрость Мудрость Смотрите Дальше Теперь Мы переходим Итак Я подвожу Итог Хирам Не является Даятелем И Хирам Не является Коучем Платным Кем же Является Хирам Сейчас Мы разберем Его мотив И разберем Тайну Почему Он это Делает И тогда Ты сможешь Определить Этих Хирам Даже призвать Свою жизнь Я покажу Это Старшие Партнеры Которые Больше Нас Чего-то Достигли Итак Хирам Это Старший Партнер Вот Кем Он Является Прежде Всего Кроме Того Что Он Обучал Соломона Торговли Он Не Просто Его Наставлял Он Реально Как Ипостась Сына Божьего Даже Такой Элемент Божества Он Включил Его В Партнерские Отношения Иисус В отличие От Фарисеев Учителей Он Показывал Как Делать В Этом Разница Он Не Просто Его Говорил Я Тебе Так И Так Я Тебе Покажу Как Делать И Что Он Говорит Давай Начнем С Малого С Чего Они Начали Там Говорится Что У них Был Совместный Флот Но Флот Соломон Построил Позже Флот Не Строится За Один День Но В День Когда Они Только Договорились У них Первый Диалог Возник Хирам Вот Это Еще Один Шок Друзья Это Надо Видеть В Библии Он Согласился Сделать Что Соломон Просил Рубить Дереватом Прислать Работников То есть Организовать Работу Прислал Ему Второго Хирама Чтобы Золотом Храмов Делал То есть Делал Для Него Сказать Что Делал Для Него Соломон Условия Хирама Он Говорит А ты Хлеб К моему Столу Поставляй И Там Конечно Хлеб Это Условно Потому Что На самом Деле Это Огромное Количество Пшеницы Туда Пошло Но У Меня Вопрос И Масло То есть Первая Сделка Первые Партнерские Отношения Были Неравными Тот Ему Дереватом Сплав Делал По Соломон Просто Пшеницу Поставлял И Масло И У меня К вам Вопрос Друзья Мои Как вы Думаете Царь Который Утопал В бриллиантах Он Нуждался В пшенице Вообще Или Нет Нет Он Просто Не Хотел Делать Даяний Соломону Он Своё Предназначение Видел В том Чтобы Вырастить Соломона И У него Причина Была На Это Кто Может Сказать Что Ты Хирама Чуть ли Не Богом Сделал Написано Я Поставил Тебя На Толк Это Бог Дал Соломон Такого Хирама Но Заметишь Чего Не Сделал Хирам Он Не Взял С Него Денег А Соломон Свою Мудрость Не Просил Хирама Денег Скажите От Того Что Соломон Включился В отношения С Хирам Видно Что У Соломона Недостаточно Было Денег Сделать Все Свои Проекты Видно Почему Бо Ему Было Не Подумать И Сказать Так У Меня Куча Рабов Тут Три Миллиона Пять Миллионов Населения Строим Храм Одолжим У Хирама Денег Как Все Нормально Кредит Возьмем Во Всемирном Банке Построим Что Нам Надо А Потом Будем Отдавать Он Он Не Был Дураком Я Присылать Первое Посольство Хирам Такое В размышлении Думает Так Кто У меня По Соседству Тут Есть Значит Соломон Воцарился Что За Он Что За Малыш Там Появился Такой Молодой Царь Отца Знал Хороший Был Воин Все А Это Кто И Вдруг Соломон Присылает Нему Посольство И Дай День Одолжи День Нам Тут Храм Надо Строить Это Моя Ну Как бы Задача Это То Что Верующие Делают Хирам Где-то Богатый Какой-то Есть Надо У него День Взять Одолжить А он Богатый Он Может Скажет Да Так Бери Все Я Этого Насмотрелся Даже Ко мне Так Обращаются Меня Тошнит От Этого Честно Скажу Когда Я Свидетельствую Что Мы Начинаем Бизнес Еще Что Отец Поднимает Я Знаю Массу Людей В Небесной Цивилизации Которые Не Хотят Свидетельствовать Потому Что Им Тут Ж Пишут Одолжить День Недавно У меня Сестра Писала Я Уже Просто Не Знаю Они Мало То Что Одолживают Так Еще Не Отдают Вот Написала Свидетельство Говорит На Свою Голубу Вот Это Друзья Мои Это Не Соломоны К Сожалению Это Не Поведение Соломона Я Скажу Что Если Соломон Присыл Сказать Одолжить Денег Мы Тут Храм Строим Первое Чтобы Хирам Сказал Бога Ты Не Знаешь Бога Ты Не Знаешь Бог Бог Который У Тебя Есть Это Вообще Не Бог Если Ты Идешь Первое Что В Своем Царстве Ты Знаешь Это Одолжить Денег Чтобы Строить Храм Знаешь Скажу Что Наше Служение Не Создает Долгов У Нас Нет Долгов Все Всегда Покрывается Легко Буквально Иногда Одного Слова Хватает Что Все Покрывалось И Вот Представьте Приходит Соломон Хирам Говорит Одолжи Денег Тут Б Сказал Ну Вот Знаете Дураком Соседом Наградил Меня Ваш Бог И Мы Еще Храм Будем Строить Строй Сами Есть Другой Момент Присылает Соломон Гонцов И Говорит Я Слышал Ты Мудрый Вот Тебе Денег Научи Меня Тому Что Ты Умеешь И Сидит Такой Царь Весь В бриллиантах Что Ты Тут Принес Вообще Что Ты Тут Мне Заплатить Хочешь Или Что Я Понять Не Могу Вы Можете Увидеть Что Соломон И Этому Моменту Научился У Хирама Соломон Проводил Консультации Потом Со Многими Царями И Не Брал Денег Ну Ценника Не Был Они Конечно Дары Приносили Это Было Нормально Но Иногда Он В ответ Им Еще Дарил И Провожал То Есть Не В деньгах Был Смысл Соломон Уже Не Не Было Необходимости Дар Эти Принимать Это Был Вопрос В Другом И Соломон Не Носил Ему Денег И Соломон Внимание Не Просил У него Денег Было Третье Нечто Что Было У них Это Партнерство Смотрите Где Научился Этой Фишке Соломон Скажу Вам В Гаваонской Ночи Вы Знаете Что Попросить У Бога Премудрости Он Точно Так Ж С ним Сыграл Он Говорит Не Надо Денег Ничего Не Надо Давай Партнерство Попросить У Бога Премудрости Это Попросить У Бога Быть Соработником В одном Деле Вот Почему Премудрость Так Важна Соломон Словил Эту Фишку В Гаваонскую Ночь Он Говорит Денег Не Надо Давай Вместе Делать Одно Дело Бог И Бог Говорит Ух ты Как ты Сказал Вот Эта Реакция Она Была Ухерам Он Так У тебя А мудрость Малый Ты Не Так Прост Ничего Себе Где Ты Этому Научился Он Привык Знать Что К нему Все Идут Бриллианты Дай День Да Дай У тебя Выну Один Бриллиант Мне На Всю Жизнь Хватит Тебе Шо У тебя Столько И Он Привык К этому Это Фу Это Для Него Было Вообще Да Что Ты И Вдруг Появляется Пацан С Соседней Страны Который Ничего Не Надо У У У Знаю Ты У Меш Давай Ну Как Ты Мне Партнерство С Он Говорит Давай Что Ты Можешь Там Что У Тебя Есть Пшеница Есть Все Что Тут Что Тут Есть Вообще Ну Давай Хлеб Будешь К Моему Столу Ему Вдруг Понравилась Идея Что Этот Малый Он Просто Захотел С Нем Партнерить Мне Это Интересно Вот Это Прикольно Молодец Ну Давай Ну Давай Свой Хлеб А Я Тебе Буду Это И Я Представляю Эта Сделка Была Невыгодная Соломон Кстати Я Уже Говорил Об Этому В Одиннадцатом Уроке Ему Понравилось Такое Партнерство В свое Время Когда Он Хотел Хирама Отблагодарить Он Ему Отдал Города И Хирам Зашел В эти Города Говорит А что Это Вообще За Города Эй Брат Ты Что Ты Мне Тут Дал И Золото Ему Отправил Огромное Множество За эти Города То есть Даже Должен Не Остался У Хирама Царская Масть Дорогущая Масть И Сумасшедшая Премудрость Человеку Который Обвешан Его Царство Процветает Вся Торговля Под Его Рукой По сути Владелец Мира Ему Не Интересен Пшеница Хлеб К столу И Масло У него Все Это Есть Ему Ничего Не Просил Кроме Партнерства Он Думает Где Этому Научился А Соломон Этому Научился В Гаваоне Он Говорит Ничего Не Надо Только Будь Со Мной И Он По сути Посылает К этому Посольство И Говорит Давай Партнер И Хирам Мог бы Сидеть И А что Ты Мне Дашь Но Вдруг В нем Просыпается Вот Это И Сейчас Я Скажу Вам Это Тайное Желание Любого Великого Человека У него Все Уже Есть Он Достиг Всего Чего Только Мог Достичь Вообще Земной Человек И У него Возникает Мысль Это Я Сейчас Говорю В великом Смысле Ну Возле Тебя Тоже Есть Такой Человек Просто Ты Его Возможно Не Знаешь И Он Сидит И Думает Все Могу Потому Что И Изякиль Пророчествовал О нем Говорит Ты Сказал Я Бог Да Он Там Знаете Возносился Потом Уже Но Когда Человек По сути Живет Там Написано Как На Горе Божьей Он Сиянии Он Всего Достиг Ну Что Еще Можно Сделать Вот Авраам Знаете Когда Всего Достиг Сына У меня Нет Сына Нет Нет Вот Продолжение У Хирама Было Похожее Чувство Знаете Ну Вот Бог Я Обращу Ваше Внимание На Его Характер У Бога Все Было Еще До Сотворения Нельзя Даже Скать Что У Него Все Было У Него Не То Что Все Было А Действительно Все Было Все Было И Даже То Чего Еще Не Было Все Равно У Него Было И Что Он Делает Он Создадим Подобного Нам Это Характер Божества Вменяемого Человека Божьего Даже Если Он Бога Не Знает Но У Него Есть Здравая Мудрость Безумные Они Никого Не Хотят Это Звезды Самолюбование Все Но Люди Помазанные Богом Каким Был Хирам Хоть Он Этого И Не Знал У Них Всегда Внутри Сейчас Я Вам Скажу Мотив Знаете Вот Как Богатые Люди Ему Надо Чтобы Ты Ему Понравился Ты Его Не Можешь Увлечь Ни Деньгами Ничем Вообще Ему Надо Чтобы Ты Ему Понравился И Вдруг У Него Возникает Внутри Желание У Человека Который Прошел Немаленький Путь Чтоб Так Подняться Возникает Желание Знаете Пройти Этот Путь Заново Как Он Его Может Пройти Только С Тобой Научить Тебя С Делать Это И Любоваться Тем Что Из Тебя Вышло Вот В Эту Воронку Погрузил Хирама Бог Он Возбудил В нем Желание Подними Себе Подобного Вот В этом Вопросе В Процветании Осени Его Своей Атмосферой Своим Опытом Все Отдай Ему Все К его Ногам Положи И Соломона Не послал Туда Просить Денег Соломон Купил Хирама Без Денег Он Пришел И Сказал У Меня Есть Проект От Бога Тут Смотрел Его Фанатичные Глаза Думает Обалдеть Вообще Поэтому Когда Ты Хочешь Иметь Хирама Друг Мой Мы Снова Возвращаемся К призванию У Тебя Должен Бать Проект Даже Если Это Бизнес Упаси Тебя Бог Ловить Миллионера За полу Пиджака И Говорить Ему У Меня Есть Тут Проект Дай Денег Под Этот Проект Это Безумие Он Словил Его На Том Что Деньги Будут Мне Надо С Тобой Партнерство Просто Дай Мне Какую То Возможность Быть Рядом С Тобой И Чем То Быть Тебе Полезным Ну Назови Хоть Что Миллионер Знаешь Будет Смотреть На Тебя Ну Что Ты Мне Даш Ну Ну Хоть Что Хоть Что Небось Хлеб Буду Тебе Хлеб Можешь Не Покупать Я Тебе Буду Приносить Ну Например Я Говорю Потому Что Еще Раз Говорю Для Хирама Этот Хлеб У него Был Хлеб Он Не Сидел Голодный В Бриллиантах Поверьте Но Ему Понравилось Смотри Он Не Хочет Вы Когда Нем Встречали Мальчишку Которые Моет Машины Тряпкой И Ты Такой Не Надо Мыть Просто На Денег Он Говорит Просто Так Не Надо Не Надо Просто Так Не И Ты Так Фу Блин Я Тебе Еще Больше Дам За То Что Ты Так Сказал Вот Люди Которые Не Хотят От Тебя Денег Они У Тебя Вызывают Просто Какой То Стресс Вообще Бог Даже Удивился Когда Соломон Пришел Вот Давай Я Буду Хлеб Тебе Поставлять Мне Не Надо Хлеб Ну Пусть Это Будешь Ты Хорошо И Знаете Что Сделал Хирам Я Когда Работал На Компании У У Меня Были Свои Поставщики Канцелярских Товаров Там Разные Вещи Поменять Поставщика Это Целая История Тот Старый Поставщик Он Начинает Злиться Говорит А Что Случилось Давайте Мы Цены Снизим Давайте Ассортимент Расширим Что Не Так Вот Примерно То Что Произошло С Хирам У Не У Были Свои Хлеба Он Отодвинул Ради Соломона Говорит Окей Вот Этот Парень Меня Больше Интересует Чем Вам Деньги Нужны А Мне Поднять Равного Себе Вы Понимаете Мотив Я Сейчас Открываю Тайну Тайну Мотива Душа Царства Не Голодало И Поэтому Секрет Всех Богатых Всех Великих Людей Это Создать Себе Подобного Это Проявление Природы Божества Он Говорит Ну Когда Все Есть Осталось Только Человека Создать Вот Как Яшев Был И Вот Люди Великие Почему Хапнувшие Что-то Небесного Даже Когда Они Не Знают Бога Они Хотят Создать Себе Подобного И Херуин Осенять Соломона Я Создам Такого Же Торгаша Как Я Будешь Зарабатывать Миллиарды И Как Это Сделалось Это Не Просто Он Сказал Херам Не Сказал Соломону Давай Братан Строй Флот Будем Вместе Торговать Флот Это Была Финальная Точка В Торговле Потому Что Флот Раз В Три Года Приезжал Они Уезжали Корабли Три Привозили Золото Павлинов Обезьяны Об этом Мы Разберемся В следующем Уроке Я Скажу Про Эту Систему Короткая Торговля Средняя Длинная И еще Кое-что Не буду Забегать Вперед То есть По сути Начать Торговать Не Сложно Не Сложно Это Вообще Не Как В мире Итак Друзья Соломону Сильно Повезло С Херамом И Соломон Как Человек В которого Кто-то Однажды Вложился Представьте Мы Уже Спустя Время Видим Как Он Вкладывается В других Царей Не Из-за Богатства Своего Было Выше Крыши Они Когда Приносили Царица Савская Принесла Ему Дары Для Него Это Было Как Пшеница Для Херама Ну Что Ты Тут Принесла Благовоние Та Я Тя Умоляю Павлинов Та Что Ты На Тебе Еще Больше Там Написано Что Какие-то Цари Серебро Ему Приносили Написано Что В его Дни Серебро Ничего Не Значило Наверное Как В дни Херама Пшеница Тоже Немного Значило Ну Хорошо Хорошо Давай Он Видел Тех Кто Приходил За 3 9 Земель И Думаю Я В тебя Вложусь Что У Тебе Есть Есть Проект Херам Это Понравилось Ты Какой Не Успел Воцариться Сопляк Уже Храм Строит Подумайте И денег Не Просит Ни Кредита Ничего Не Пытается Заставить Меня Коучингом Мне Было Смешно Имея Бриллианты Сидеть Что Ты Мне Даш Учил Мы Это Уже Проговорили Глупец Идет И просит Денег Ему Кажется Что Если Он Одолжит У У У У У У У У У Есть Проект Но Денег Нет Дайте Кто Нибудь Кредит Дайте Кто Нибудь Одолжите Я Потом Отработаю Да Ты Знаешь Что Будет Завтра А Послезавтра И Соломон Сдел Ставку На Партнерство Понимая Всю Глупость Этого Предложения Он Говорит Ну Давай Сработаем И Это Мудрость Друзья Мои Не Забывайте Что Все Эти Шаги Соломон Дел Под Водительством Мудрости То Есть Партнерство Это Высшая Форма Взаимодействия Это Тебе Не Дай 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 Кредит Дай Дай Сетевой Маркетинг Это Не Партнерство Коучинг Это Не Партнерство Это Все Имеет Место Быть Но Это Просто Форма Продажи Кредит Это Продажа Денег По Сути Экономисты Вам Точнее Скажут Но Я Вам Говорю Как Человек Который Работал В Экономических Преступлениях Тоже Кое Что Зна Но Суть В чем Друзья Мои Цари Шли К Соломон И Он Относился К Ним Вот Как Такой Как Херам Возился С ними Для Них Был Он Осеняющим Херувьем Я Не знаю Не написано Что Сделалось С царями Написано Что Он Ответил На Все Их Вопросы Друзья Мои Поверьте Цари Это Управители Само То Что Царь Приходил Это Было Очень Серьезно Представьте Царь Который Владел Царством Он Шел Еще Куда Поучиться Мудрости У них У всех Возникали Вопросы С управлением Они Видели Его Богатство Они Хотели Тоже Учиться И Соломон Никогда Не был Коучинг Коучинг Не проводил И Не пытался Из них Сделать Товаропроводящую Сеть Давай О Ты Пришел За Мудростью А Я Тебе Что Нибудь Продам Херам Так Не Делал А Соломон Ты Там Запомните Это Херам Никогда Не будет Делать Из тебя Покупателя Я Пришел У тебя Поучиться Премудрости А Ты Мне Говоришь Да О Премудрость Начинается С того Что Покупай Наши Товары Вот Это Сетевом Так Ты Всегда Будешь Покупать Там Всегда Поэтому Сетевой Ну Можете Заниматься Но Это Не Мое Вот Точно Не Мое Это У кого-то Другого Учиться Это Первое Что Услышал Херам От него Он Говорит Я Строю Храм Собираюсь Строить Храм У него Есть Свой Проект Своё Видение Своя Цель При Притом Он Увидел Что Цель Такая Духовная Да Что Это Цель Ради Которой Давид Что-то Делал То Видит Что Человека Есть В Жизни Призвание Которому Он Посвятил Свою Жизнь Знаете Вот Когда Бестолочь К тебе Приходит И Говоришь Так А у Тебя Есть Цель Разбогатеть Научи Меня Разбогатеть Иди Отсюда Иди Отсюда Скорее Всего Что Ты Будешь Крутиться Вокруг Меня Пока Я Тебе Денег Не Дам Поэтому Точно Так же Когда Соломон Пристал В Гаваонскую Ночь Перед Богом Там Сказано Что Он Попросил У него Партнерства Скажите Друзья Соломон Уже Собирался Строить Храм Собирался Собирался Управлять Народом Собирался А почему Он просто Не сделал Список Того Что Надо Сказал Дай Денег Чтобы Я мог Построить Храм Дворец Избавь От врагов Чтобы Нас Никто Не Атаковал Ничего Этого Он Назвал Он Назвал Самое Главное Бог Оценил Это Как Уже Все Уже Имеющийся Премудрость Говорит Партнерство Дай мне Партнерство И поэтому Знаете Есть такие Фильмы Даже Их снимают Когда Какой-то Начинающий Стартапер Не старпер А стартапер Стартап Это Начинающий Бизнесмен Который У него Есть проект Но Не хватает Понимания Старшего Партнера Он бегает За каким-то Бизнесменом Говорит Посмотрите Мой проект Посмотрите Мой проект Посмотрите Мой бизнес План И там Этот Миллионер Иногда Посмотрел И там Счастливая Звезда Он Значит Помогает Ему Раскручиваться Есть Целые Такие Фильмы Вот Это Был Такой Фильм Ему Понравилось Что Этот Человек Он Не Попросил У него Денег Инвестиций Ему Понравилось Что У него Был Свой Проект Это Круто Хирам Принял Знаете Мне Кто-то Когда-то Сказал Конечно Хирам Принял Соломона Два Царя Но Поверьте Для Хирама Соломон Это Был Просто Мальчишка Он Его Принял Как Равного Царя Только По Одной Причине Не Потому Что Мог С Него Что Поиметь Не Потому Что У Него Было Чем Заплатить Только По Одной Причине Которую Назвал Он Увидел В Нем Что То Единственное Что Могло Заинтересовать Хирама Это Вот Это Ни Деньги Все Это Было У Ух Ты У Прям Увидел Для Себя Шанс Создать Себе Подобного Вот Это То Что Можно Взять Без Денег Реально Соломон Усвоил Как я уже Сказал В ночь Говорона Денег Не Проси Проси Партнерство У Бога Не Просил И У Людей Просить Не Буду Запомните Если Ты Вот Сегодня Занял Уже Позицию Я У Бога Деньги Не Прошу Я Верю Что Все Будет Хорошо Чего Что Ты У Людей Просишь И Тогда Это Вообще Извращение Полу Лучше Тогда У Бога Проси Если Ты Решил Что Я У Бога Не Прошу Денег Я Прошу Партнерство Так Что Ты У Людей Так Я Делаю Вывод По Вот Этому Блоку Это Блок По Поводу Мотива Хирама И Партнерство Вывод Такой Несколько Пунктов Первое Не Проси Денег У Хирама И Не Одалживай Не Проси Денег И Не Одалживай Я Уже Сказал Что Бо Подумал Хирам Если Бо Соломон Пришел К Нему Дай Денью Сразу Потерял Бо Хирама Сразу Второе Имей Свой Проект Пытаться Разбогатеть Не имея Своего Проекта Это Фальшстарт Сразу Тебе Надо Я Буду Говорить Уже Буквально На Следующем Уроке Каким Образом Заиметь Свой Проект Даже Еще Если Ты Работаешь Руками Это Будет У нас Следующий Урок Свой Проект Это Гарантия Того Что Хирам Будут Окружать Твою Жизнь Вот У меня Друзья Почему Я Говорю Что Хирам Они Появляются В моей Жизни У меня Всегда Есть Свой Проект Служение Бизнес Проект Я Развиваюсь В этом Хирам Тут Как Тут Я Никогда Не Прошу У них Денег Я Всегда Хочу Быть В Теме Быть В Теме Это Лучше Чем Получить Деньги Как Я Уже Сказал В ту Ночь Когда Иисус Преломлял Хлеба Да Лучше Ты Голодным Остался Но Научился Умножать Не Бери Не Ешь Не Бери Денег Не Отдал Научись Ввяжись В партнерство Это Второе Имей Свой Проект Третье Ориентируйся На Партнерство Даже Бог Великий С Маленьким Человеком Имеет Партнерские Отношения Кто Живет В законе Для того Это Рабовладельчество Кто Живет В Новом Завете Отец И сын Они Партнеры Независимо От Маленького Уровня Твоего Познания Отец Говорит Ну Хоть Что Нибудь Ты Можешь Делать Для Нашего Царства Ну Давай Ты Будешь Хочешь Быть В этом Бизнесе Ну Давай Ты Будешь Хотя Бо Вот Это Маленькое И По сравнению С Управлением Всей Вселенной Тушу Я буду Делать Кому Это Надо Но Бог С Этого Начинает Говорит Будь Верен В Малом Вот Давай Партнерись Будешь Хлебушек Например Давать Нищим И Все С Этого Начнется Я Образно Говорю Не Значит Все Должны Раздавать Хлеб Нищим Ты Должен Получить Свою Долю В этом Партнерстве Понять Что Делать Тебе С Богом Это Когда Речь Идет Заслужение Когда Идет За Бизнес Нет Настолько Великих Людей Которые Бы Не Хотели Партнерства С Маленькими Почему Ему Главное Рассмотреть В тебе Вот Это Что Я Сказал Для Него Это Больше Всей Пользы Которую Ты Можешь Сделать Знаете Я Слышал Даже Такие Истории Что Такие Бизнесмены Говорили Ну А ты Будешь А это Будет Моей Платой Ну Или Как Правильно Это Будет Нашим Партнерством Ты Чистишь Мои Ботинки А я Тебя Учу Знаете Почему Это Сразу Убивает Тысячу Зайцев Каких Зайцев Это Означает Что Человек Который Учится Он Пребывает В Определенном Смирении Чистить Ботинки Это Не Второе Он Все Так Заполучает Внутрь Что Это Договоренность Он Сам Назначил Такое Условие Ну Такое Ну Да Это Ерунда Это Смешно Просто По сравнению С тем Что Он Вкладывает В Меня Ну Чистить Ботинки Это Ерунда Какая То Он Говорит Ну В Этому Есть Твоя Задача Это Мои Ботинки Моя Задача Твое Будущее Великое Договорились Боже Это Такая Ерунда Вообще И Великому Хираму Главное Рассмотреть Что у тебя Есть твой Проект Призвание Что ты готов Ну Все на это Что ты Не просишь Денег Не Не в долг Не в долг Никак не просишь Это Впечатлило Даже Бога Впечатлит Ихирама Поверьте Как только Ты Вот Дай денег Все Ты слил Своё Соломонство Полностью Все Жестко Да Второе Этого Этого мы не касались Еще пару пунктов Первое Не нанимайся К Хираму На работу Если ты к нему Нанялся На работу Это не партнерство Это наемный труд Даже чистя ботинки Но не устраиваясь К нему штатным Чистильщиком Обуви Это все еще Партнерство Это ваша договоренность Или ты ему хлеб Там какой-то Поставляешь Покупаешь хлеб Ну вот как Знаете Но Соломон Не был Подчиненным Царем У Хирама Только партнерство Он говорит Нет Я не могу К тебе наняться У меня дело В всей моей жизни Если я наймусь К тебе Мы будем делать Дело твоей жизни Хирама Это тоже вызвало Уважение Он такой Вау Это то почему Бог не делает Тебя рабом себе Он дает тебе дары И говорит Даже если ты отвалишь От меня Они будут работать Я тебя научу Вот такой Знаете Природа Бога Вау Не нанимайся И еще одно Последнее В этом блоке Не покупаю Хираму И знаете Когда ты Как я уже сказал Чуть-чуть выше Когда ты приходишь Иногда Тебе партнерство Хочется А он говорит Ну Покупай наш товар И мы будем С тобой партнерами Это обман Нет Покупать товар Это ты уже не партнер А покупатель И часто Людей Особенно В разных Родах Сетевых Системах Вводят В заблуждение Говорят Ты такой Как самостоятельный Бизнесмен Мы тебе будем Давать товар Зачем тебе платить За аренду Зачем тебе содержать Свою фирму Вот товар у тебя Но владелец Та он Ты просто Становишься Продавцом Это просто Форма продажи Но это Не является Каким-то Своим Делом Видением Это его видение Ты уже работаешь В его видении И Соломон На это не согласился Если бы Хирам сказал Вдруг Там пуля стрельнула Он сказал Давай Ну ты все равно Ничего не умеешь Давай ты будешь Моим вассалом И Соломон Представьте Сливает Израильское царство В подчинение Тирскому Просто потому Что у него Больше денег Это недопустимо Вот это и есть Впрягаться В одно ярмо А этого Не было И он Поэтому Сотрудничал Знаете Вот как я говорю Зрелому сыну Сотрудничество Партнерство Даже с неверующими Людьми Не страшно Потому что Я не собираюсь Продаваться Этим неверующим Людям Не собираюсь Подчиняться Этим неверующим Людям В контексте Наемного Работника Он становится Моим рабовладельцем Если я взял У него денег Библия Так говорит Соломон Так говорит Взаимодавец Становится Господином Получившему И поэтому Не покупай Если херам Тебе начинает Втюхивать Свои товары Это не херам Это точно Не херам Херамов Тебе должно Заинтересовать То что Ты ничего не просишь У тебя есть Свой проект И вдруг И вдруг По какой-то Неожиданной Причине Ты видишь Он заинтересован Тебя поднять Не из-за чего Помочь Хотя бы На каком-то Периоде Становиться Не из-за чего Не из-за чего Просто Из Заинтересованности В твоем призвании В твоем Бизнесе В твоем Деле И Ну В тебе Как в личности И последнее Сейчас мы уже Подходим к молитве Друзья мои Херам Был старше Соломона Старше И по возрасту И по Своим Достижениям И это Важный Принцип Некоторые Думают Читая эту историю Что Херам Просто был Другом Давида Ну и решил Сыночка Его поддержать Нет Поверьте Друзья мои Есть люди С отцами Которых я дружу А с ними нет Ну потому что Я вижу Что у этого У этого Человека Нету В голове Ничего Ну я могу Ему помогать Но ни в коем случае Не дружить Здесь развивается Партнерство Это нельзя Просто Знаете Сказать На Херама Что он Из-за Давида Оказал ему Милость Давид делал Такие вещи Из-за отца Например Из-за Иоаннафана Его сыну Там оказывал Милость Но здесь не то Херам произнес Это своими устами Говорю О вижу Мудрость Да на тебе Это единственная причина Почему он с ним связался Не из-за Давида Чтобы никто не путался Говорю Ну я там Не царских кровей Там Что со мной Кто-то помогать будет Не из-за Давида Не из-за Давида Бог помазал его Бог поставил его А Соломону Соломону Преподал В Гаваоне Урок По сути Давайте сейчас Вернемся В Гаваон Чуть И подумаем Зачем Бог похвалил Соломона Что он не просил Денег Золота Душ врагов Ничего этого Не просил Он ему Как запечатал Внутри Никогда этого И не делай Вот делай Всегда так Как ты вел себя Здесь У меня не просил У Бога своего Не просил денег Тем более У людей Не просил У меня не просил Защиты Никогда не просил Врагов Пощады Никогда Не защиты Не покровили Я твоя Защита А что нужно Какой Какой Образец Отношений Вот такой Как у нас Сейчас Проси Партнерство Единственное На что Соглашайся В жизни Это на партнерство Я такой человек Никто Меня не может Подчинить И я Никого Не пытаюсь Подчинять У меня Во всем Партнерство Не хочешь Я тебя Буду учить Делай что-то Для нашего Служения Делай что-то Для нашего Общего дела Давай будем Соработниками У меня нет системы Нет структуры Нет чего-то Что подавляет Человека И в бизнесе Так же У меня есть Свои хирамы И это удивительное Вообще Явление В моей жизни Это реально Явление небесное Я просто не понимаю Как До конца Не понимаю Что ими движет Я уже говорил Об этом И вот друзья Хирам старше Не потому Что он Друг Давида А потому Что нужно было Время Пока ты воевал Как Давид За свои убеждения За свое откровение О сыновстве Мы говорили об этом В это время Поднимались хирамы Они занимались Бизнесом Строительством И Они как бы Как будто Отец их формировал Как херувимов Для тебя Пока ты Отвоюешь территорию Перестанешь уже Держать этот Меч Религию Там эту гонять То есть тебе уже Все равно Что думают другие Ты уже сын Ты уже на престоле Ты отрок Хоть и малый Но на престоле Все с тобой нормально Время строить Тут как тут Тебе нужен хирам Многие из вас Сейчас находятся В таком периоде Где вам нужен хирам Нужен человек Который в это время Пока вы воевали В своих убеждениях В своей духовной позиции Они в это время Заколачивали деньги Учились И они не обогнали вас Они ждали вас Отец готов соединить Дать это партнерство На время Вы не будете Не под ними Никто да не боится Что мы типа Под Вавилон станем Потому что Как я уже сказал Соломон превзошел Хирама в богатстве И Последнее Сейчас мы будем молиться Друзья Смотрите Я хочу Что вы поняли Одну вещь Мы в своей жизни Пока шашкой Там махали Религиозной Мы иногда Богатых этих Просто проклинали Высмеивали Там мы Хотя им завидовали Внутри часто Мы говорили о них плохо Потому что Нас так в церкви Да богатые Богатство ваше сгнило Представьте Если бы Хирам получил От Соломона Такое письмо Эй ты Богатство твое сгнило Да ты знаешь Есть Бог небесный Ты однажды умрешь И будешь там Как червь в аду Он бы отгородился От него И подумал Израиль Равно Секта Туда Нельзя И все Никогда в жизни Он бы не сказал О ты такой мудрый Знаешь Да вот действительно Богатство это ерунда Знаешь Ты Соломон Поднимись сначала Покажи хоть что-нибудь Вот ты там говоришь У тебя какие-то Небесные богатства Где они Кроме болтовни Ничего Я вам хочу сказать Что Соломон Он приобрел мудрость И вот что он сказал Послушайте меня Он сам был богат И учился у богатого Екклесиас 10.20 Даже в мыслях твоих Незлословь царя И в спальной комнате Когда тебе нужно Партнер Хирам Он на тебя Не смотрит С благоволением Он смотрит на тебя И ты думаешь Что такое Ну я же ему Ничего плохого Не сказал Ему не сказал Но птица Ночная Которая слышала Вот это твоя трансляция Как круги на воде Но его достигла Его разум захватила Он к тебе не испытывает ничего Я когда-то Знаете Позволю себе это сказать Общался с Соломоном Говорю интересно Если я говорю Гадости На богатого И он потом Знаете богатый Почему от людей шарахаться Вот из-за этого Почему-то Из зависти Люди начинают Высвобождать эти Создавать эти волны Эти вибрации Эти трансляции А потом удивляются Что богатые вообще не хотят Они закрываются Говорят Да идите вы все Строят заборы в 5 метров И не хотят никого И редко к ним можно пробиться Но есть способ Я говорю Соломончик дорогой А вот ты говоришь Что эти птицы Они до богатых Доносят гадости Если я в спальне говорю Скажи А если я хорошее Буду говорить Они потом Откроются как-то Мне То есть это же принцип Он работает Вот так вот Сегодня Друзья мои Я не предлагаю тебе Сидеть в своей комнате В спальне Как здесь написано И что-то там Знаете Такое говорить Чтобы вдруг Это весь Донеслась До богатых И они все пришли Тебе послужить Но в этом есть Потрясающий принцип Мы сейчас помолимся От тебя уже пойдет Трансляция Во-первых Тебе надо Отряхнуться От всего Что ты наговорил За это Поверьте Все люди Задействованные В управлении Весь Вавилон Точно как Царь Тирский Он богом Содержится До того момента Когда ты Разбогатеешь Они тебя Научат Им придется Это сделать Среди них Поднято Немало Миллионеров Миллиардеров Даже просто Нормальных Состоятельных Людей Без миллионов Но для тебя Это Вышка Сейчас Знаете Мы привыкли За миллионеров Но есть люди Которые Зарабатывают Десятки тысяч Долларов В месяц А ты Сегодня Зарабатываешь 200 долларов В месяц Например И для тебя Он миллионер По сути Но у него Много денег И тебе Не надо Искать Миллиардера Есть люди Которые Очень успешны И в своем Уровне Для тебя Пока хватит И Первое Чего Надо Отряхнуться От этой Гадкой Поганой Религиозной Зависти Богатым Людям Этим Болела Даже Первая Церковь Эй Богатство Ваше Сгнило Знаете Говорили Ради того Чтобы Гордых Богатых Там Осеч Но с другой Стороны Вот честно Я вам Скажу Своё мнение Хорошо Эти апостолы Они писали Богатым Эй Вы там Вы Кто Такие Но потом Они собирались С бедных С провинции Пожертвования В Иерусалим Чтобы Не умереть С голода Называя Себя Нищими Когда Был Голод Братья Собирали А что Вы так Воевали С этими Богатыми Я вам Скажу Церковь Находилась В младенческом Состоянии И У них Еще Не было Вот этой Мудрости Сына Мудрости Соломона Что Богатые Это наши Тоже Нормальные Хирамы Надо с ними Не надо Их Поливать Понятно Что Дело Не надо Они Не будут Превозноситься Почему Потому Что У нас Свое Дело Но Почему Вы так Не хотите С ними Дело Иметь Достаточно Радикально Настроенная Первая Церковь Она Еще Не познала Что Небеса И земля Соединились Во Христе Это Начинало Доходить Только позже До таких Как Павел Но это Другая Тема Поэтому Отряхнитесь От этого Я Сейчас Не гоню Вас Преклоняться Перед Богатыми Я Именно Контекст Хирама Специально Посвятил Этому Урок Чтобы Показать Как правильно Относиться Если Вы хотите Чтобы Кто-то Из них Реально Стал Вашим Хирамом И Учил Вас Партнерил С вами Взял Вас В какую-то Тему Где Вы Научитесь Да Меня Спрашивали Так Может Наняться К нему На работу И учиться Друзья Мои Все Наемному Работнику Не Выдаются Рыбные Места Ему Выдается Рабочее Место А не Рыбное Поэтому Вы Чему-то Научитесь Нанявшись К нему Но Не Всему Если Этот Человек Не Захочет Открыть Вам Тайны Друзья Мои Вы Ничего Не Узнаете Ведь Ученики Могли Разносить Преломленный Хлеб Но Задача Была Вы Дайте Им Есть Он Научил Их Это Делать Вот Чем Дело Он Захотел Поднять Себе Подобное И Поэтому Способ Которым Я Сейчас Предлагаю Помолиться Он Мистический Вам Нужно Будет Запустить Трансляцию Которая Пробудит Ваших Хирамов Собьет С них Через Ваше Если Честно Покаяние Что Вы Это Делали Ненавидели Предавались Религии Превозносились Думая Что У Что То Есть Перед Ними Какое Преимущество Не Понимая Херувимской Работы Для Вас И У Них Вот Знаете Как Соломон Предупреждает Говорит Донесет Птица Она Уже Доносила Ваши Слова Именно Поэтому Хирама В вашей Жизни Не Наблюдается У Многих А я Вам Скажу Как В моей Жизни Было С тех Пор Как Я До Меня Стало Это Доходить Я Стал На Всех Богатых Людей Смотреть Во Первых С уважением Потому Что Они Умеют Чем То Управлять Из За Чего У Них Все Это Получается Во Вторых Со Страстным Желанием Учиться Научиться У Ни Понимаете Друзья Но Не Ценой Того Что Я Им Продам С В Рабство А Именно Дать Понять Что У 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 Второе Что Произойдет Пойдет Нормальная Чистая Трансляция Которая Буквально Расчистит Тебе Путь Привлечет К тебе Интерес Когда Ты будешь Говорить Со Старшими Этими Партнерами Более Богатыми Людьми И Представлять Им Свои Проекты Они Хоть Слушать Тебя Начнут В Отличие От Всего Этого Знаете Как Это Выглядит Ну Допустим Специально Приведу Вот Допустим Человеку Стало Известно Что Ты На Него Гнал А Ты Не Знаешь Что Ему Стало Известно И Приходишь Такой Ой Э Да У У У Пропихивают Кому То Других Проповедников Я Не Против Но Тут Мне Говорят Что Слушают Они Только Меня Я Думаю Да Я Знаю Что Ты Ссылки Посылаешь Зовешь На Другие Конференции Да Не Вопрос Зачем Ты Мне Врешь Естественно С Таким Человеком Ничего Общего Быть Не Может И Представьте Богатый Который Он Может Не Знает Но Чувствует Написано Птица Ночная Перенесла И Как Он Будет Тебя Слушать С твоими Проектами Ты Лжец В его Глазах Лицемер И Поверьте Это Все Очень Проницательные Люди Которые С людьми Они Богатые Они Видят Много Есть Способ Представьте Македонянин Пришел К Павлу Мы Говорили Об Эм В Одном Из Курсов В Видении Говорит Приди Помоги Нам Что Этот Македонянин Делал У себя В Македонии Почему А Павел Увидел Его Прошение Потому Что Македонянин Он Может Павла И Знать Не Знал Но Он Говорит Ну Где То Есть Этот Человек Который Придет К нам И Поможет Нам В Македонии Точно Так Как Ты Сейчас Думаешь Где Махера Где У меня Есть Проект У меня Есть Видение У меня Есть Никакого Желания Идти На Кого То Работать Или Там Платить Этим Коучинг Ну Где Мой Хирам То Я Тебе Скажу Что Хирам Увидит Просто Ночная Птица Вот Точно Так Как Слова Македонянина Принесла Павлу И он Увидел Его По сути Это Явление В духе Откуда Ты Знаешь Хирам Приснишься Ты Точно Так Как Я К Людям Прихожу Во сне И К Разным Людям И Простым И Не Очень Простым Ты Придешь Во сне И Тебе Захотят Помочь Вот Так Сработает Эта Молитва Бизнесмен Ты Не Бизнесмен Не Важно Есть Люди Которые Очень Сильно Сыграют Роль Хирама В твоей Жизни Но Сейчас Тебе Нужно Вот Помолиться Этой Молитвой Соломон Он Открыл Этот Принц Он Говорит Хочешь Чтобы До Кого То Дошла Весть О Твоем Отношении Ну Вот Начни Говорить Про Него В Своей Спальне Говори Хочешь Плохое Говори Плохое И Там Почувствуешь Разницу Не Делай Этого Даже Если Никто Не Слышит Все Равно Дойдет Мудрый Соломон Умел В этом Увидеть Я Женщин Которых Он Рассудил Посмотрел Так Ну Давайте Меч Соломона В Действии И Поэтому Дорогой Друг Сейчас Мы Будем Молиться Я Хочу Чтобы Ты Сейчас Прежде Всего Отрекся От Всякой Ерунды Сказал Что Нет Богатые Это Херувимы В моей Жизни Они Мне На Добро Как И Любой Начальник Как И Любой Более Успешный Человек Как Сейчас Подними Руки Скажи Отец Ложу Руку На Уста Просто Глупость Я Делал Когда Злословил Более Успешных Более Богатых Более Владычественных Глупость Я Делал Вместо Того Чтобы Учиться Я Злословил В Своей Глупости Я Просто Прекращаю Эту Трансляцию Прекращаю Эту Трансляцию И Говорю Отец Спасибо Тебе Что Ты Окружил Меня Более Успешными Более Богатыми Более Продвинутыми Личностями Которые Как Херувимы Уже Готовы Осенять Мой Разум Знанием Которого Еще У Меня Нет Опытом Умением Видением Которого У Меня Еще Нет Я Отказываюсь Продавать Себя Я Отказываюсь Платить За эти Знания Потому Что Ты Поставил Этих Людей На То Чтобы Служить Мне Я Принимаю Этих Старших Партнеров Я Высвобождаю Как Раньше Я Злословил Сейчас Я Высвобождаю Благословение Благодать На И Жизнь Тем Самым Открывая Этот Путь Тоннель Между Нами Для Взаимодействия Для Партнерства Отец Спасибо Тебе Благодарю Тебя За каждого Хирама В моей Жизни Малого И великого Чтобы Они Мне Помогли Посредством Посредством Торговли Посредством Своего Дела Посредством Воплощения Достичь Новых И новых Уровней Преумножения Процветания И Богатства Я Благодарю Тебя Отец За каждого Хирама Я Благословляю Жизнь Вот Моя Трансляция Будьте Благословены Хирамы Херуин Осеняющая Меня Преуспевания Духом Преуспевания Чтобы Я Стал Мудрее Всех Учителей Моих И Создавал Себе Подобных Благодарю Тебя Отец Спасибо Тебе Слава 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 Отец Ты Такой Отец Такое Счастье Быть Твоим Сыном Такое Счастье Сидеть С тобой На престоле Разума И Видеть Как Ты Творишь Все Новое Творящий Отец Спасибо Тебе Благодарю Тебя Благодарю Тебя За Каждого Кто Слышит Это И Получает Это Наделение Эту Примудрость Приобретать Богатство Умножать Богатство И Наделять Богатство Халли Халли Ахирам Ахирам Не Останавливать Квест Умножение Преуспевание Неизбежно Пока Мы Нищи И Многих Обогащаем Это Наша Власть Мы Нищими Себя Называем Не потому Что У нас Ничего Нет А потому Что Мы Сделали Дистанцию Мы Отрешились Мы Скажем Да Это Все Ерунда Управление Номер Один Ты Поставлен На Управление Поставлен Как Сын На Которому Поставили Печать На Лбу Раздавать Хлеб Жизни Это Сын Который Не Говорит Дай мне Козленка Сын Который Раздает Этих Козлят Назначает Урочное Служанкам Меру Хлеба Выделяет Мне Не Нужен Миллион Долларов Мне Нужен Миллион Возможностей Процветание Не Здесь Процветание Здесь Я хочу Чтобы ты Знал Единственная Цель У отца В твоем Процветании Я Вить Избрание Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин